добрый день дорогие друзья и мы отсутствовали две недели и вот мы снова с вами мы возвращаемся к активной работе и сегодня у нас с вами будет первая встреча типа тик ток в 18 часов мы начнем с вопросов и ответов поэтому присылайте задавайте в первую очередь конечно мы будем отвечать на те вопросы которые идут по благодарности а потом отвечаем на все то что на что останется время эти две недели у нас были насыщенными мы путешествовали по беларуси мы катались и смотрели красоты беларуси выкладывали их в тик ток а фото в инстаграм и лихали мы отдыхали конечно хорошо мы заземлились на самом деле когда работаешь в инфодайне есть побочный эффект иногда кажется что ты отрываешься вообще от этой реальности то есть ты видишь людей другими ты видишь мир другим твое восприятие в корне отличается от восприятия среднестатистического человека и когда тебе задают какой-то вопрос то ты видишь глубину ответа на этот вопрос и зачастую вопросы кажутся безумными как и поведение людей и вот это безумие она настолько начинает шокировать что иногда даже наши близкие перестают нас понимать не говорит ну что вы сразу нас лечите мы не лечим мы не учим мы вас даже они пытаемся менять а мы просто не знаем как ответить на вопрос который заранее безумен да вот просто вы уже по-другому но мы не видим по-другому мы видим сразу ответ ответ а этот ответ шокирует как нас вопрос шокирует так человека ответ шокирует дабы не шокировать своих мужей детей и так далее чтобы все-таки быть на одной волне не отрываться и общаться как адекватные люди нам периодически требуется вот такое отрывание вообще от инфодайна когда мы мы вообще не занимаемся мы просто такие какие мы есть и пребывание где-то на природе она в частности помогает еще очень классно дача она первых стройка во вторых кабачки помидорчики огурчики но что вот хочешь смейся хочешь нет а земля она заземляет и ты начинаешь думать об объективной реальности и как бы играть в эти игры вот там в какие-то такие прикольные в цветочки сажает там где-то грядочки полоть где-то но это реально очень круто ставит мозг на место поэтому я за смену деятельности когда человек например занимается 5 дней в неделю интеллектуальным трудом и потом он едет на дачу это правильный подход надо менять сферу деятельности так здоровье будет крепче и так вы не оторветесь от реальности что мы практиковали эти две недели из интересного что случилось за это время это первое вышло из коррекции наша книга парадоксальное восприятие она уже уходит в верстку то есть она ушла в верстку и уже верстальщик подтвердил нам а у нас один и тот же очень классный человек занимается версткой великая ему благодарность а точно так же как корректор нас постоянный великая ей благодарность вот уже в верстке книга и я думаю где-то месяц будет длиться работа потому что книга большая книга почти 400 страниц там получится то есть она четыреста да по моему ну да четыреста триста 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 семьдесят ну что-то так ну большая книга большая получилось или двести семьдесят хорошо с тобой отдохнули вчера и это прекрасно когда ты ненужные вещи не хранишь и не цепляешься за них на самом деле это очень прекрасно это еще надо натренировать пребывание в моменте здесь сейчас то что было вчера это было вчера то что будет завтра это будет завтра а здесь и сейчас есть человек который верстает книгу мы помним что она сложная я уже половину разделов не не помню вот потому что на опять таки писалась моменте здесь и сейчас из нее в ней сохранены те знания которые доставались в этот момент и в этот момент прямо на которые действительно в парадоксальном восприятии а в конце в целостном восприятие это два типа восприятия не различаются мы там дали определением и вот зависимости от восприятия информации ты понимаешь на какой глубине человек может работать парадоксальное восприятие в обычном восприятии невозможно то есть в обычном восприятии на привычное либо хорошо и либо плохо либо черное либо белая либо день либо ночь либо жизнь либо смер до либо 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 порадоксальное восприятие это ты на крыльях это ты на крыльях ты видишь два крыла одновременно и ты одновременно можешь воспринимать оба крыла а целостное восприятие то ты воспринимаешь все и наблюдение тоже то есть вот эти все моменты они интересны и они блин они уже родные по ним скучаешь уже работая не работая сидят там где-то работая на даче или сидя там где-то на природе мы уже обращались к тому что они пора бы нам делать консультации а консультации накопилось много замечу так что ребята у нас уже есть очередь которую мы уже сегодня начали двигать первая консультация пошла уже в загрузку поэтому ждите я думаю что мы постараемся сделать максимально быстро сегодня нас ждут еще две открытые консультации мы будем доделывать вторую часть консультаций поэтому мы активно включились в работу что из интересного мы заметили а выносе ответственности да нам за это время поступило много одинаковых писем они были вообще однотипными писали люди из разных стран и приходило сразу самое интересное что в течение двух-трех дней подали абсолютно 1 1 на яда практически однотипные сообщения то есть тематика была вот один день была тематика например помогите вот у ребенка был аутизм а теперь у него температура и чувствуется что матери страх что у ребенка это онкологическая температура надо обязательно вести к врачу врач скажет что у него там что-то плохо что там рак крови или там еще что-то ты прям ловишь эту информацию то есть что что-то какая-то страшная температура а мы понимаем что сейчас иммунитет ребенка настраивается на борьбу со всеми типами вариантов к вида и всего того что бродит вокруг и сейчас лето иммунитет прекрасно справляется и ничего страшного в том что температура поднялась убила вирус и ребенок дальше не болеет но для матерей тут же сознание начинает рисовать всякую лабуду вы знаете когда в один день пришло много таких сообщений мы как-то призадумались я говорю ну неужели все люди думают вот настолько фатально одинаково только тип онкологии у каждой в голове разный да и там есть у кого не онкология у кого-то там другие заболевания и даже смешно стало на эту тему но такое проявление было и тут же помогите спасите быстренько быстренько смотрите нас быстренько быстренько лечить и нас быстренько быстренько вот этот такой крик был и аналогичный крик был по заболеваниям у взрослых тоже вот у меня все было хорошо хорошо тут ой плохо 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 спасатель спасайте меня бедно нет ребят мы просто смотрели с ирины на этой смеялись это правы на соответственности это про неверие в себя и это про неверие в своих детей там где речь идет о детях то есть в чистом виде вас подсознание ваша выдала будем играть в эту игру или не будем и вы вместо того чтобы сказать нет не будем и создать свои создать свою игру у вас есть вот этот момент вы играем играем вы меня ли уж туда да 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 потому что для вас это более-менее более знакомая игра да когда вам предлагается его ее подхватыватель и играете вместо того чтобы создать свою а мы с ареной иначе не смеяться буду чтобы с Sabrina будем играть в игру и для быстренько-быстненько они будут играть наше игру в наши игры они знакомые своей игре мы их обслуживаем и мы не стали играть и не ждите мы играть ваши игры не будем вообще не будем играть. Если вы идете на здоровье, в здоровый вариант. Если вы растете, значит растите. Именно это так, это об этом. Значит взяли ответственность, конкретный вопрос, конкретный ответ. Мы всегда отвечаем на конкретные вопросы. А вот это вот и трепухание. Понянчить со мной. Понянчить это нет. Забудьте. Начинаем зарослеть. Да. Это на самом деле возвращение ответственности в себя. Стоп. Включение разума. А как в данной ситуации мне лучше поступить, как свернуть в игру и так далее. И знаешь, что меня на этом пути очень сильно удивило? Есть комментарии. Я записала видео про благодарность. Буквально вчера записала. Есть комментарии, где меня очень сильно удивила позиция людей. Причем в разных соцсетях были разные, но они примерно одного плана. На ютубе было, например, что вот у меня саркома и благодари, не благодари там, а все равно там кладбище. Слушайте, вот поэтому и саркома. Вот поэтому, что нет благодарности к болезни, нет благодарности к себе. Сарказм. Есть сарказм. Нет выхода. Подсознание не видит, как еще изменить вас. То есть человек, на самом деле, мы это видим и мы это вот сейчас будем облекать в слова, потому что раскладываю этот механизм подсознания. Так что же в человеке работает, когда он становится ленивым животным? То есть он лежит, как ленивая свинья, хрюкает и ничего менять не хочет. Так что же под этим? Что же под обладленью? Потому что человеку говоришь о благодарности, человек ее отбивает и снова ждет, что Бог спасет. Я понимаю, что религия так вас приучила. Я понимаю, что вы готовы верить первому встречному. И на самом деле это безумие, когда мы видим, когда люди вот сейчас своих детей несут на прививки, на непроверенные на людях прививки. Они верят каким-то ученым в какой-то стране, в каком-то там далеком городе, которую, наверное, проверили это на мыши. Наверно. Наверно. Отдают самое сокровенное свое, вообще доверяя непонятно кому. Это безумие. Вообще полное безумие. Они верят любому врачу, который выписывает витаминки. Мне, кстати, спрашивали, какими витаминками, чуть не отравилась. Они там стоят. Неудобно подать их. Вот я тоже себя словила еще на том, вот сейчас, кстати, ловишь постоянно, уже практически в точку пришел, ловишь. Да, я доверяю витаминам. Нет, я уже не доверяю витаминам. Я сейчас себя ловлю на том, что я не доверяю никому, кроме себя. Есть только один человек, кому я верю вообще вне сомнений. Это я. А все ваши доверия аптекам, витаминкам, лекарствам, доктору, еще там какому-то, папе Карло. Это все вынос ответственности. Пока вы выносите ответственность, вы играете в эту игру. Нет, есть только я и только я чувствую, знаю, что мне лучше, что мне хуже. И если такой подход, то тогда я вынужден, когда мне надо. Та же самая медицина. Сесть и почитать инструкцию к медпрепарату, да, сесть познакомиться, а что лучше, а что хуже при этой проблеме, а как здесь выходит, а как здесь выходит и так далее. То есть я начинаю развиваться, я начинаю расширяться, я начинаю изучать те вопросы, которые я ранее делегировал первому встречному. И поэтому я болел. Потому что я всю свою жизнь делегирую первому встречному. Потому что я сам лежу ленивой свиньей, хрюкаю и полностью делегирую свою жизнь другим людям. А вы сделаете за меня. А вы сделаете меня счастливым. А вы развлеките меня. А вы поправите вас обвиню потом, я буду вас ругать именно. Я пешеход бросаюсь под машину, но водитель тот виноват, и он должен мне платить. Потому что у него денег больше, ведь у него же есть машина, транспортное средство повышенной опасности. А у меня нету, а я придурочек такой. Вот оно. И когда вот эти вещи видишь, и когда видишь эти вопросы, вот это безумие, эта свистопляска в обществе, она просто сводит с ума реально. Смотришь на это, понимаешь, это общество сумасшедших людей. То есть мы можем вот каждый вот этот аспект с позиции подсознания сейчас раскладывать и показывать, где вы за счет вот этого создания дельты выноса ответственности, выноса Бога из себя. Кстати, тему выноса Бога из себя. Да, это интересно. А мы отдыхали на Березине. Есть такая красивая речка в Беларуси. Обалденная река. И там лес, мы там лисички ходили, кашу, гору. С берегом делали, с мясом. Ну и сидели, проводили как раз в этот момент на берегу. Да, и там собрались наши семьи. Соответственно, было много машин, и мы большой тусовкой сидели на берегу. И к нам откуда-то там по другому берегу пришли три мужчины. Три мужчины, которые начали, сразу задали вопрос, знаем ли мы английский язык, на что мы ответили. Нет, мы немецкий изучали. На что они сказали, можем ли мы там найти какой-то сайт. Стандартный подход через НЛП. Как человека вовлечь для того, чтобы его загрузить, чтобы он начал совершать действия и вошел в твою игру. Но этим мужчинам несказанно повезло. Они оказались и аговы, представители данного религиозного направления. Вот. И они попали на нас. У нас очень интересный диалог состоялся. Точно, да. И тоже было очень интересно наблюдать, как люди продолжали автоматически толдычить заученные фразы. И при этом, вот говоришь очередную вещь человеку, вот показываешь, вот смотри, право-лево, вот я-не-я, вот вы на соответственность. Что ты сейчас делаешь? На кого ты вынес ответственность? На какую книжку? Кто написал эту книжку? Да. И видишь, что вот вспыхнула в этот момент какая-то вспышка сознания человека. Но мгновенно тут же она гасится и начинает выдаваться автоматически. Автоматически идет. И смотришь, вот оно прояснение сознания. Вот уже человек, там любопытство проснулся. И тут же бах, непозволение себе. Фух, и тут же начинает автоматически. Ты знаешь, как шторки так раз и закрыл. Раз и закрыл. Но очень весело было наблюдать, потому что мы как-то религию обходим стороной. А тут она сама. А тут она сама. В виде иголых. Да чего, она сама вон стучится на Яндекс.Дзене. Яндекс.Дзен, там Зайцева плохая, инфодайвинг плохой и так далее. А ты докажи, что плохой. Ты покажи, сколько твоя Матрона исцелила. А ты посмотри, сколько через инфодайвинг людей поправилось. Вот и все. И здесь крыть нечем на самом деле. Поэтому, вот когда вот эти вещи видишь и смешно наблюдаешь за людьми. Мне вообще очень нравится наблюдать за людьми. Я тоже очень. Но мало времени на это отводится. Вот где-нибудь бы вот так быть, чтобы так наблюдать со стороны. И не участвовать в этом безумии. Потому что это реально безумная свистопляска. То, что делают люди. Как они поступают со своими детьми. Как они общаются со своими детьми. Чем они кормят себя и детей. Как они заботятся о себе и о детях. А ведь с едой это то же самое, как с лекарствами. Полное доверие, полный вынос ответственности. И доверие, слепое доверие к любым продуктам, к любым моющим средствам. Смотрите, вот моющее средство. Я раньше сидела на известном бренде импортном. Не буду его рекламировать. И все время волосы мыла одним и тем же шампунем. Потом начала замечать, что... Ну, одним и тем же брендом. Шампуни разные. Одним и тем же брендом. Начала замечать, что волосы начали так вылазить. И я не могла остановить. Все-таки волосы длинные. И если даже они по чуть-чуть вылазят, то это сразу длинный волос вылазит. И я не знала, что с этим сделать. Как справиться. Я убрала просто этот бренд и заменила нашей белитой. Белиту я знаю, что они экономят на химии. Либо они уже совсем дешевую химию должны туда запустить. Либо они сделают более-менее натуральное. То есть, чем меньше химии, тем более дешевым получается. Это шампунь. И я пробовала белить, то я у меня волосы переставила лазить. Муж ходит, ржет. А на самом деле, казалось бы, мелочь. Не рекламу сейчас делаю. Точно так же, как с молочкой. Ты покупаешь молоко, которое 3 дня срок, и оно закиснет. Оно натуральное. В него химию не положили. А если ты покупаешь в тетрапатии у него 6 месяцев, значит там уже от молока ничего не осталось. Там одна химия осталась. И, конечно, я за трехдневное молоко, да, пускай лучше оно закиснет, я лучше свежее куплю. Но оно будет натуральное, оно будет без химии, без консервантов, без вот этого. Точно так же я сейчас везде. Я сейчас уже перестала доверять импортным брендам. Я никому не доверяю, только себе. Подходишь, чувствуешь, вот это хорошо, вот это будет работать, вот это мне подойдет, моему телу, вот это вот это. И тогда ответственность только на себя. И ответственность на себя. И, кстати, вот этот подход у меня 100% включился благодаря вот покупке этих витаминок в аптеке, когда я так, стоп, это был автоматизм. Это был автоматизм из детства, потому что я с детства верила витаминам. Поэтому я сейчас каждому человеку предлагаю сказать себе стоп и задуматься, кому я верю безоговорочно. А я сейчас вот вообще... Вернуть на себя ответственность. Ты говоришь про витаминки, да, а я даже представить себе не могу, потому что я сразу чувствую, если я ложу в рот твою, да, в твою или вообще витаминку, вот если положить, сейчас прям чувствую, сразу химию чувствую. Вот сразу. И уже даже к рту поднести бы я не смогла бы вообще даже. Ну, только на вере, когда ты себя умом убедил, что да, это полезно, это будет хорошо. Да, то есть настолько изменилось вообще восприятие. Да. Мало того, у меня в последнее время вообще насчет даже пищи стало возникать вот постоянно вот такое зависание. То есть что есть, что пить, и все больше и больше прихожу к тому, что на самом деле, во-первых, все полагаться на себя, это однозначно. А во-вторых, конечно, свои продукты, это то, что надо. Свои огурчики, свои помидорчики. И чем быстрее перейти, да, тема. Кстати, на эту тему вот недавно разговаривали с мужем, дача возвращается. Люди до сих пор вот садят туйки, пихты, делают газончики красивые и так далее. У нас на даче нет газона, чтобы вы понимали. Вообще его просто нету. Ну, во-первых, там постоянно что-то меняется, потому что то строится, то не строится, то переделывается, то есть еще не до конца все это достроено. Это, ну, как такая отмазка гнилая. А во-вторых, там кругом плодово-ягодные кусты, деревья и так далее, и так далее, и так далее. Там все, вот ходит все, что можно есть. Вот там можно есть черешни, вишни, персики, нектарины, яблоки, груши, жимолость. Все, вот что придумаете, все там есть. И, соответственно, за этим надо ухаживать. А там же корневая система, за ним надо ухаживать, чтобы можно ее перекапывать, а можно туда траву свалить, да, которую скосил. И она перегниет, и не надо уже копать, и так далее. Поэтому вот все вот эти подходы такие народные, где ты меньше работаешь, а при этом корням и деревьям всем хорошо, они у нас используются на даче, поэтому оно может быть не так красиво. Хотя там много цветущего всего, она благоухает, цветов очень много. Но при этом вот такого газона нет. И я все время думала, ну, почему у нас нет газона? Вот посадил бы тую какую-нибудь. А муж говорит, а что, тую можно есть? Я все время смеялась, шутки шутками. А потом так получилось, что рядом построился сосед, и у него участок обсажен был туйками и так далее. И они приезжали поначалу и просто вот качались на качельках. Качались, качались, качались. Потом за счастье было покосить газон газонокосилкой. Потом вот они-то год прокачались, второй год с газонокосилкой походили. Потом еще, в следующий год у них уже кусты появились. Потом еще прошло время, грядки появились. В общем-то, в этом году уже теплица стоит. Понимаете, человек вынужден двигаться. Он не может не двигаться. Тело устроено так, что человеку надо работать, человеку надо движение. Человеку надо направлять внимание и получать кайф от чего-то, от каких-то действий. И качаться на качельке ты просто тупеешь и засыпаешь. Это неинтересно. И тогда эта дача нахрен не нужна. И я вот когда смотрю на вот такие варианты, понимаю, что все равно уже за туйками где-то появляются грядочки. За туйками где-то растут помидорчики. И человек возвращается к натуральному. Это на самом деле здорово. Потому что в мире идет все-таки кризис, связанный с питанием. И даже не столько с питанием, сколько с химией. Вот с химией, я бы сказала. Нефть уже вошла настолько в жизнь, в тело. И она сокращает жизнь человека. Мы убиваем себя нефтепродуктами. Мы просто убиваем себя нефтепродуктами. Мало того, деток уже сразу. Я когда вижу, когда родители маленьким деткам дают. Ну, я не знаю, даже сказать. Там тот же Чупа-Чупс, который там ребенок может, ну, не знаю, 8 месяцев, 9. А он уже там полежи, лизни язычку. У меня шок. У меня волосы дымом встают. Где твой разум? Где вообще твой мозг, родитель? Ну, как же? Ему в жизни придется с этим столкнуться. Почему? Ну, раз такой родитель, то да, ему придется. Ты же это растишь, это воспитываешь. То есть включать везде надо разум. Везде мозг. А родители этого и сами, и ребенку. Ладно, я отклонилась. Ну, на самом деле, нам очень классно зашло пребывание 2 недельки на отдыхе. Ну, я немножко все-таки скажу насчет газончика. Я не совсем согласна с Натальей. Потому что и газончик, и грядочки. Все можно совместить. Это абсолютно точно. А когда весь участок засыпан... Цитали. Плодовыми. Не-не-не. Это уже столько я не ем, скажу так. Мало того, на грядочках у меня вот свой конкретный... Ну, у тебя появились грядочки. Они у меня были всегда, Наташа. Всегда на том месте. Это именно такие. Я всегда выращивала... Там посажу где-то зеленушки, где-то помидорки, где-то огурчики. И я абсолютно точно скажу. А у родителей большие, много там на даче грядок. Так вот, мне с моих маленьких даже закатывать хватает. Потому что все не съедаем. Вот так. И поэтому, ну как бы, можно все сочетать. Все в свое удовольствие. И газончик это очень приятно. Очень. Так что... Ну, у тебя Минск. В Минске газончик. И у меня и была и дача тоже с газончиком. А, дача? Нет. Я на даче кизончику. Нет. Мне должно быть все... Вот видишь, два разных... Когда все в плодовых, это уже не удовольствие. Ты не знаешь, куда это всунуть. Нет. Все должно быть в разуме. Подожди. Там тропинки и цветы. Я столько не ем. Ну, цветы, что не ешь. Ну, ты же их нюхаешь. Ну, цветы. Цветы это одно. Мы же не про цветы сейчас. Я про яблоки, груши. Столько не съешь. И я. То, что не съешь, там цветы могут быть. Ну, да. Так я и говорю. Где-то газончик. Не обязательно там цветы, газончик. Это тоже все вместе можно. Вообще. А грядка? Да. Так это... Да, естественно. Потому что столько... Ну, я не знаю. Это просто... Зачем столько есть? А зачем? Там участка как-то наплакала. Так о чем мы? Не знаю. Мы отдохнули, короче. Отдохнули. В общем, ребята, сегодня мы начинаем в 18 часов с того, что мы ответим на ваши вопросы. Это уже на широкую аудиторию. Для тех, кто у нас участвует в закрытых вот этих консультациях во второй части, для вас работа начнется вот уже через 10 минут. С 15 часов. В 15 и в 16 часов там две консультации еще идут открытые. Потом с 18 мы с вами встречаемся на вопросе-ответе в формате ТикТок. Вы задаете вопросы, мы отвечаем. И в 20 часов у нас с вами будет коллективное погружение по настройкам организма. Это связано со здоровьем, самочувствием, саморегуляцией и всем тем, чем мы сталкиваемся в жизни. Когда вдруг у нас что-то не то, чувствуем себя не так, как хотелось бы, тело работает не так, вроде болезни нету, а уже кажется что-то не то. А уже надо, да? Да, уже надо. В общем, любые варианты мы будем заниматься целостной настройкой организма. Это в 20 часов будет коллективное погружение. Помните, на погружениях вы работаете с собой, мы работаем с вами. Это опять-таки наша тренировка, наш эксперимент, когда мы учимся работать с коллективом. А вы получаете в результате бонусы, когда вы работаете и сами учитесь, и получаете нашу помощь, поддержку. И у нас курс по мирозданию будет перенесен на одну неделю. Он будет на следующей неделе начинаться со вторника. На следующей неделе мы перенесли на одну неделю наш курс. С 22, а с 23, да, с 23 он начинается. У нас большая программа с глубинными отработками. Мы ее еще дополнительно прорекламируем. Сегодня про нее рассказывать не будем, но расскажем. Она действительно очень хорошо подготовлена, и нам в этом служила в помощь еще вот эти две недели. Потому что за эти две недели было очень много глубинных наработок. Потому что остановиться мы не могли даже находясь где-то на природе. Мы же, это же наше хобби. Это не работа наша. Да просто оно идет каждый день. Они идут, даже сказать день это неправильно. Оно может вот просто в течение дня начинаешь, и тебя понесло. И понесло, да. И ты осознаешь, 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 видишь, наблюдаешь. У тебя меняется восприятие. Опять-таки идет информация. Информация. Где внимание на правил, на что там распаковывается информация. Можно любой вопрос развернуть. Поэтому курс будет. Он будет со следующего вторника. И в понедельник, как всегда, у нас будет вечером вопрос-ответ. И там мы посмотрим. Скорее всего, лекция будет. Знаешь, еще какой вопрос люди задавали. Несколько человек, кстати, сразу задавало. Во-первых, просили. Ну, это я отдельно, потом расскажу тебе. А во-вторых, задавали вопрос по мужскому-женскому. Право-лево. Да? Да. Где женская, какая сторона женская, какая мужская. Так вот, из нашего опыта, скажем, есть люди, если мы сейчас скажем жестко, там, левая сторона, например, мужская, правая, женская, или наоборот, левая сторона женская, правая, мужская, как это в эзотерических учениях принято, да, то это будет неправда. Бывает так, что идет информация, например, у тебя идет по правой стороне информация, она идет, например, по женскому роду. А иногда по правой стороне идет информация, она идет по мужскому роду. То есть каждый раз в инфодайинге надо уточнять, по какой родовой ветке идет, по мужской или по женской, жесткой привязки к физическому телу нет. И я могу даже объяснить, почему. Потому что подсознание у нас зеркальное. И информацию, когда мы берем, мы можем брать так, а можем брать так. И она будет вывернута. И при этом вы не будете знать, как вы ее взяли. У вас в теле, вы же ее будете чувствовать через боль, через какое-то отражение, а она может быть зеркальной. Поэтому в данном случае каждый вопрос, дополнительное уточнение по женскому или по мужскому, тогда вы будете знать четко, по какой ветке у вас подкачивается информация. Каждый раз уточняйте, потому что в нашей практике было и так, и так. Поэтому мы каждый раз настраиваешься, вроде уже эти шаблоны знаешь, но в последнее время даже уже на шаблоны не опираешься. Полностью каждый раз лучше сделать личный запрос и почувствовать, по какой ветке пойдет, по мужской или по женской. Еще ей на вопросы ответили. Ну да. Что-то мне в голове пусто, пусто. Пара консультаций. Ну вот как раз сейчас загрузимся консультацией и будем работать. Идеальное состояние для работы. Спасибо, что сегодня были с нами. Вечером ждем вас на вопросах-ответах и на коллективном погружении. До встречи, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok